Невероятный изобретатель или сумасшедший? Когда мы слышим об очередном проекте Илона Маска, дать однозначный ответ очень трудно. Его идеи удивляют и пугают одновременно. Маск – американский предприниматель и бизнесмен, родившийся в Южной Африке. Он учит не быть таким, как все. Маск считает, что инновациям мешает способности людей мыслить по аналогиям, поэтому они не создают нового, а пытаются усовершенствовать существующее. Предприниматель считает, что необходимо разобрать реальность и Землю и создать что-то принципиально другое. Например, космос кажется недоступным для бизнеса. Чтобы его освоить, требуется огромный бюджет. Однако Маск уверен, что расходы можно значительно уменьшить, если установить новую цель для полетов. Поэтому он основал SpaceX, целью которого является колонизация. Бизнесмен говорит, что если вам нужно переселить население мира на другую планету, то нужно делать это экономно. Разберемся более подробно, что же он такого сделал, что, видимо, нет человека, который о нем не слышал. Маск основал свою первую компанию Zip2 Corporation в 1995 году вместе со своим братом Кимбал Маск. Интернет-путеводитель по городу Zip2 вскоре предлагал контент для новых веб-сайтов, как The New York Times и Chicago Tribune. В 1999 году подразделение Compact Computer Corporation приобрел Zip2 за 307 миллионов долларов наличными и 34 миллиона долларов опционам и акций. В 1999 году Илон и Кимбал Маск использовали деньги от продажи Zip2, чтобы основать X.com – интернет-компанию по финансовым услугам, платежам. Приобретение X.com в следующем году привело к созданию PayPal, который известен и сегодня. В октябре 2002 года Маск заработал свой первый миллиард, когда eBay приобрел PayPal за полтора миллиарда долларов. До продажи Маск владел 11% акций PayPal. Далее Маск основал свою третью компанию Space Exploration Technologies Corporation или SpaceX в 2002 году с целью построения космических кораблей для коммерческих космических путешествий. До 2008 года SpaceX была настолько развитая, что НАСА присудила компании контракт на перевозку грузов для Международной космической станции с планами на транспорт астронавтов в будущем для замены собственных космических миссий НАСА. Также Маск является соучредителем, генеральным директором и архитектором компании Tesla Motors. Компания создана в 2003 году. Она занимается производством доступных для массовой продажи электрических автомобилей, а также аккумуляторных изделий и солнечных крыш. Маск контролирует все разработки продуктов компании. В 2012 году Маск выразил уверенность, что через несколько десятилетий все машины будут электрическими. Он начал работать в этом направлении и в 2008 году выпустил первый электромобиль, который пошел в серийное производство. В 2006 году Илон Маск открыл SolarCity, компанию, владельцем и инженером которой он является и сейчас. Компания занимается установкой небольших электростанций личного пользования на крышах домов и предприятий. Однако главная идея заключается не в создании электростанций самостоятельно, а в сдаче их в аренду на длительный срок. Клиент может рассчитать преимущества использования такой электростанции и получить персональную солнечную электростанцию почти бесплатно. Покупатели, как правило, обычные американцы. В наше время компания растет быстрее, чем конкуренты. В ее распоряжении более 30 операционных центров в США. Новый клиент каждые 5 минут. И огромная очередь желающих использовать солнечную энергию. SolarCity уже установила такие панели на нескольких десятках тысяч зданий и считается крупнейшей компанией в этом сегменте. В августе 2016 года, благодаря постоянным усилиям Маска по продвижению устойчивой энергетики и продуктов для более широкой потребительской базы, было заключено соглашение на сумму 2,6 миллиардов долларов. В январе 2017 года Маск основал The Boring Company — скучная компания. Компания, которая занимается строительством туннелей с целью уменьшения уличного движения. Он начал с тестовой раскопки собственности SpaceX в Лос-Анджелесе. Если смотреть поверхностно, кажется, что Маск — хороший предприниматель. Но если взглянуть вглубь, некоторые его проекты кажутся фантастическими, а некоторые — открыто ужасными. 22 мая 2012 года Маск и SpaceX вошли в мировую историю. Именно тогда его компания выпустила в космос свою ракету Falcon 9 с беспилотной капсулой. Аппарат был отправлен на Международную космическую станцию. Впервые частной компании позволили посетить Международную космическую станцию. С момента запуска Маск цитировал слова «Мне очень повезло. Для нас это как выиграть суперкубок». В декабре 2013 года Falcon 9 успешно перенес спутник на геосинхронную орбиту, на которой спутник зафиксировался на орбитальной траектории, соответствующей вращению Земли. В феврале 2015-го SpaceX запустил еще один Falcon 9, оснащен спутником Deep Space Climate Observatory, целью которого является наблюдение за экстремальными выбросами Солнца и как они влияют на электросети и систему связи на Земле. В марте 2017 года в SpaceX состоялся успешный тестовый полет и посадка ракеты Falcon 9, изготовленный из многократных деталей. Эта разработка открыла двери для более доступных космических путешествий. Поэтому неудивительно, что уже в феврале 2018 года компания получила еще один знаковый момент благодаря успешному тестовому запуску мощной ракеты Falcon Heavy. Она была разработана для вывода огромных грузов на орбиту и могла потенциально служить судном для глубоких космических миссий. И вот здесь Маск начал удивлять не технологиями, а креативом или даже безумием. Ведь для тестового запуска Falcon Heavy получил вишнево-красную Tesla Roadster, оборудованную камерами для предоставления эпических пейзажей, запланированного полета автомобиля вокруг Солнца. В июле 2018-го SpaceX получила удовольствие от успешной посадки новой ракеты Блок-5 Falcon, которая залетела на беспилотный корабль менее чем через 9 минут после поднятия. Такие разработки поражают. Так же, как и их цель. В сентябре 2017 года Маск сказал, что SpaceX имеет цель отправить первые грузовые миссии на Марс. В этом ему должен помочь обновленный проект BFR. 31-моторный бегемот способный нести по меньшей мере 100 человек. Именно этот корабль должен помочь Маску в 2022 году осуществить свою цель — колонизировать Красную планету. Предприниматель сказал, что он надеется подготовить BFR к коротким рейсам на Марс. Также к неоднозначным проектам изобретателя можно отнести транспорт под названием Гиперлуп. Некоторые считают Гиперлуп Маск амбициозным изобретением. И это неудивительно. Ведь изобретатель утверждает, что он сможет работать в космических путешествиях и строить 30-слойные глубокие туннели. Гиперлуп — это вид транспорта, который, как считает Маск, позволит путешествовать между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Это больше 380 миль. Всего за 35 минут. Идеально устойчивый к погоде и питается от возобновляемых источников энергии. Гиперлуп будет двигаться как мотоцикл в капсулах через сеть трубок низкого давления. На скорости достигает более 700 миль в час. Маск отметил, что Гиперлуп может занять от 7 до 10 лет, чтобы построить его, и он был готов к использованию. Маск назвал Гиперлуп безопасным, нежели самолет или поезд. А его стоимость ориентировочно 6 миллиардов долларов. Это примерно одна десятая стоимости железнодорожной системы, запланированной штатом Калифорния. Эта концепция Маска вызвала скептицизм у многих. Однако предприниматель стремится поощрить развитие этой идеи. И для этого в январе 2017 года на объекте SpaceX состоялся первый конкурс Гиперлуп под Competition. Еще одной необычной идеей изобретателей являются подземные поезда. В конце ноября 2017 года, после того, как мэр Чикаго Рэм Эммануэль попросил внести предложение по строительству и эксплуатации скоростной железнодорожной линии, которая перевозила бы пассажиров из аэропорта О'Хара в центр Чикаго за 20 минут или меньше, Маск написал в Твиттере, что он берет участие в соревновании с Boring Company. Он сказал, что концепция чикагской петли будет отличаться от его Гиперлуп. Ее сравнительно короткий путь не требует необходимости создания вакуума для устранения трения воздуха. То есть он предложил подземный сверхбыстрый поезд, идею которого он разрабатывал для колонизации Марса. Еще одно увлечение Маска — искусственный интеллект. Поэтому он стал сопредседателем некоммерческой организации OpenA. Эта исследовательская компания начала свою деятельность в конце 2015 года с заявленной миссией продвижения цифрового интеллекта на благо человечества. А самый сумасшедший и неоднозначный его проект — это компания Neuralink, которая была создана для того, чтобы связать мозг человека с компьютерами, создав устройства размером в микроны, которые будут хирургически имплантированы в мозг. Стартап стремится вывести на рынок продукт, который помогает при определенных тяжелых травмах мозга из-за инсульта или поражения раком. Маск отметил, что такое устройство поможет людям бороться с экзистенциальной угрозой интеллектуальных суперкомпьютеров. То есть сделает наш мозг ничем не хуже компьютера. И чтобы доказать возможность этого, Маск провел одну из самых причудливых демонстраций продукта за последнее время. Он сумел сделать так, чтобы горстка свиней заняла центральное место многих мировых телеканалов. Маск продемонстрировал интерфейс мозг-компьютер, разработанного Neuralink, вживив микросхемы в мозг свиней. Он пояснил, что чипы размером с монету, имплантированные в мозг животных, позволяют исследователям наблюдать всплески нервной активности в режиме реального времени, когда свинья нюхает все вокруг ограждения. Маск хочет, чтобы этот продукт в ближайшем будущем вживили и человеку. И причудливее всего, что уже есть желающие, и их довольно много. Но готово ли человечество к таким экспериментам? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok